Добро пожаловать на остров фантазии, Бионаут. Меня зовут Радужный Кот. Раньше я делал вкусный смузи для всех, но мне пришлось закрыть мою лавочку с коктейлями из-за загрязнения. Может, если ты поможешь убраться, я снова открою свою лавку со смузи. Начните с уборки чашечных растений. Мне нужны натуральные чашки, чтобы подавать коктейли. О, да, это спаситель островов. Привет, Си-Си! Мне написали в комментариях, что вышло дополнение, и я офигел. Буквально недавно мы закончили эту игру, а тут хоп она и DLC-шечка. Ну что ж, и это остров фантазии, как говорится, будем фантазировать и проходить. Ну что ж, с чашечкой он сказал, да, с чашечкой. А каких чашечек? Скорее всего, вот эти вот чашечки. Ладно, давай засочем весь пластик. Бедный котяра, да, не может свои коктейли сделать, свои смузи. Так, пойдем наберем водички. Ах, я вижу, вы обнаружили волшебный портал. Есть порталы, соединяющие все плавучие острова. К сожалению, они больше не работают с тех пор, как ушел волшебный единорог. Может быть, когда-нибудь единорог вернется, и порталы вновь заработают. Ух ты ж, нифига себе, тут еще единороги. Ну хотя, че я удивляюсь, это же остров фантазии. Так, я хотел воду набрать. Ёкарная, тут реально острова летающие. Обалдеть, как тут прикольно. Так, значит, набираем водички и поливаем вот эти вот чашечки. Я думаю, что это чашечки. Так, похоже? Да, точно это чашечки. Ух ты, кто это к нам пришел? Минотавр. Да, в реальной жизни такого Минотаврика не увидишь. Прикольный. О, Минотавр, они любят мои клубничные смузи. Давайте сначала очистим это место, а затем мы снова начнем делать смузи. Отличная идея, я тоже за смузи. Я попробовал фантазийного смузи. А ты? Напиши об этом в комментариях. И не забудь поставить лайк этому видео, это очень важно для канала и вообще развития. Ого, как ты бежишь. Ага, вы обнаружили участок для выращивания клубники. Есть еще два места, куда можно что-нибудь посадить. Так что открывай их, найди и очисти все участки для выращивания. Затем купите семена клубники в магазине Пигби, чтобы мы могли начать делать клубничные смузи. Так, хорошо. Вначале давай я все-таки уберусь, а потом мы обязательно зайдем к Пигби. Ох уж этот Пигби, как я по нему скучал. Это не тот самый Ньютон, который меня бесил. Так, тут у нас все хорошо. Ух ты, а тут что? А, это мы можем бананы и клубники обменивать на монеточки. Шикарно. Ну в принципе у нас такое уже было, когда мы фрукты меняли за деньги, да? Только там автомат был другой. Так, эти чуваки, мы их помним, они помогают нам строить мост. Давай-ка их отмоем. Ребят, че такие грязные? И конечно же, конечно же, грязнюки здесь тоже есть. Они никуда не делись. Даже в фантазиях наших они будут приходить и пакостить нам. А, это банкомат и налоговый автомат. Хорошо. Сейчас с ними тут разберемся. Чистота превыше всего. Давайте-ка отмоемся. Кстати, а какой у меня был пин-код? Я опять его забыл. Я там мудреный какой-то придумал. Так, давай попробуем активировать. О, господи, какой же он там был. А, нет, не так. Ёкарный. Надо было старое свое видео посмотреть, да? Ну вот, мне срочно нужно сменить пин-код. Сейчас мою карточку заблокируют. Так, отлично. Сейчас мы поменяем пин-код. Сделаю его проще некуда, чтобы потом не париться. Я уверен, что выйдут еще какие-нибудь обновления. Отлично. Все. Пин-код введен. И все хорошо. Да, банкомат разблокирован. Давай налоговые токены скинем. И денежки тоже скинем. Шикардятина. Вот они, наши клубни. Сейчас мы... Точнее, не клубни, а место для посадки. Конечно же, мы их засыпаем. Ух ты, какие ворота огромные, да? Мощно, мощно. Надо будет их как-нибудь потом активировать, когда придет единорожек. Так, а где у меня трэш-автоматы? Эй, мусорка, ты где? Мусорные автоматы. О, а это кто такой? Что за пудель? А, это пигби. Точнее, это его подружка, что ли, торгует тут? Ну ладно. Но... А, это не пудель. Это робот в виде собаки. Я только сейчас обратил внимание, что у него колесики вместо ног. Ой-ой-ой, шиньки. Наши старые противники вылезли из-под земли. Грязнючки. Опа. Минотаврики у нас тут... Что-то съели не то. Смотри-ка, они хотят смузи. Попробуют смузи. Что ж, в таком случае нам нужно срочно пойти в магазин пигби и прикупить семена. Вот такой вот семечка. Давай штуки. А, у меня денег нет. Вот же ж, ё-моё. Ладно, сейчас будем торговать. О, спасибо, мистер почтальон-свин. Дайте мою семечку. А, места нет. Места нет. Сейчас в банкомат скинем бабло. Вот так вот. И посадим это огромное семечко куда? Вот сюда. Сажаем. И поливаем. И что же вырастет? Какой-то арбуз. Очень любопытно. Минотару, ты не знаешь, что тут вырастет? Ого. Клубника. Выросла клубника, чтобы сделать клубничный смузи. Отлично. Польем цветочечки. Может кто-нибудь к нам прибежит еще? Ух ты, бабочки какие прикольные. Так, минотавры, вы опять тут жрете пластик. Я не успеваю выбираться. Где вы его находите? Я вроде бы весь пластик убрал, между прочим. Приступаем к сбору вот таких вот цветков, чтобы обменять. Ааа, места нет. Еще место появилось. Собираем эти цветочки. И продаем миссис Пигби. Держите, пожалуйста. Сейчас, конечно же... Ааа, налоговик. Засранец. Также пойдем сейчас возьмем клубнички. И попробуем продать в новый автомат. Из-за того, что здесь нет трэш-автоматов, я не могу сбросить... Хотя, как нет? Вот он, трэш-автомат. Как я его раньше-то не заметил. Что-то я куда-то долблюсь, однако, своими глазами. Так. Все, трэш-автомат есть. Сейчас получим кучу бабла. Просто немерено. Итак. Давай попробуем в этот автомат закинуть... Как-нибудь... Как тебе можно закинуть клубнику? Давай поболтаем с ним сперва. Здорово. Я снабженец. Я поставляю радужному коту фрукты для киоска со смузи. Ага, я понял. А как... Как... Мне в тебя закинуть клубнику? Нет, так не получится. Может быть, монетка к тебе? У него даже нет отверстий, куда бы я мог это все закинуть. Ладно. Пойдем тогда радужному коту отдадим. Клубничку. У меня клубника есть. Как тебе ее закинуть? Что-то... Что-то никуда ничего не кидается. Слушай. Как так? Клубника есть. Возьми ее. Не стреляй в меня. Это очень неприятно. Да блин, я клубнику хотел тебе отдать. А ты не принимаешь ее. Ладно. Пик-би... Ты нам нужен. Мне нужно купить еще три семечки. Ну вот, все. Две семечки мы посадили. Теперь это все заливаем водицей. Сейчас у нас все вырастет. Все будет по красоте. И возможно к нам кто-нибудь прибежит. Например, единорук. О. Ну и конечно же мы начнем делать смузи. Быстрее бы эти кусты уже выросли. Ура! Ура! Кустики выросли с клубничкой. И что же произойдет? Вон там еще кустик дорастает. И... Прекрасная работа. Теперь все саженцы клубники посажены. Труба подачи снова работает. А, это труба подачи. Ну, снабжение стоит. Какой тут фермерский робот. А, вон он что. Он клубнику собирает. Бот-сборщик соберет фрукты и бросит их в трубу снабжения. Которая подключена к моему смузи оборудованию. Вон смотри. Клубника мешается. Ура! Это означает, что я снова могу делать клубничный смузи. Ну прикольно. Это очень круто. Я вернулся в бизнес. И теперь я смогу получать прибыль. Спасибо. Теперь я могу дать вам клубничный смузи, чтобы спасти минотавров. Смотри, клубника что-то там еще сыпется. В общем ладно, мне нужен смузи. Раз смузи, два смузи, три. А сколько тут минотавриков? По-моему их было... А, ну их три. Так, держи смузи. Не жри пластик. Ой, пластиком в него кинул. Эй, это была ошибочка. Держи смузи. Ой, какой смузи прикольный. Я бы такой тоже попробовал. Так, и сколько тебе нужно? Блин, смузи выпил и покакал. Ну, как обычно. Так, держите, держите. Сразу смотри, толпа набежала. Дай мне смузи. Сейчас дам всем, всем дам. Только как идти в другом месте? Клубничку вытянул случайно. Так, все. Я вроде бы все смузи собрал, которые можно было. Блендер перестал тут мешать, но сверху продукты засыпаются. Ладно, хорошо. Пойдем в Минотаврику. Давай, кушай, кушай в Минотаврику. О, блендер снова заработал. Отлично. Один у нас набил свой животик. Смузи. Водичка, я бы сказал. Давайте, ребят, вот кушайте. Смотрите, сколько тут смузи. Просто отжираловка. Пир на весь мир. Вот только не надо тут у цикакули раскидывать. Ой, и опять клубничку. Блин, что ж такое? Нифига себе, у тебя корма сзади, а? Давай, выдувай свои монеты. Ой, какой-то голубой. Сколько монет с них высыпалось. Можно тоже открывать здесь свой бизнес. Наверное, конкуренцию создадим для радужного кота и тоже будем делать смузи. А я пока пойду к Пикби и прикуплю вам какие-нибудь шляпки. Какие бы шляпки для Минотаврика. Слушай, жалко, что сюда не добавили новых шляп. Будут у нас ходячие шуты Минотавры. Это же забавно. Так, Минотаврики, держи шляпки. А, я на него не могу надеть. Тогда держи ты. Хы, забавно. А как насчет на бота надеть? Не, на бот не получается. А на котика? Не, на котика тоже нельзя. Тогда лови ты. А ты что смузи свой не доел? Кстати, как насчет собаки? Не, на собак тоже нельзя надеть. Ну что, мы по красоте все сделали. Минотавры нам сейчас помогут. О, это, наверное, было больно башкой-то удариться. Минотавр прорвался через зал для вас. Да, за что ему спасибо. Теперь вы можете получить доступ к новой области. Ой, пёте ляжу. Боже мой, какой громкий шум. Моя собака, Нанди, в ужасе. Ну и имечко для собаки. Куда она побежала-то? А, в новую область. На разведку. О боже че, теперь она убежала, чтобы спрятаться от меня. Видимо, ты плохо ее кормила. Помогите мне найти ее, пожалуйста. Вы поможете, нет? Я бы отказался, но походу у меня нет другой выбора. Ей нравится прятаться в коробках, когда ей страшно. Ну, хорошо, я попробую поискать. Минотавр меня тут как всегда подговнил. Так, вон коробка я вижу. Кажется, мне туда нужно, да? Сперва, давай-ка я скину весь мусор. Нет, вначале нужно очистить мусорку. Вот так вот. Лети и очищайся. И прилетай скорее сюда. Вот она наша новая область. Там, кстати, финиш уже. Ого. Походу, зря я сюда зашел. Коробочка, смотри-ка. Хм, похоже, ваш Ексит-бот застрял высоко. И до него не добраться. Может, если мы расчистим это место, мы найдем способ добраться туда? Ну, я даже не знаю. Конечно же мы поп... О, какая куча отрамбованного мусора. Давненько я и такой не видел. И здесь тоже. Ладно, мы сюда придем. Но чуть позже мне нужно мусор скинуть, который у меня есть. В бластере моем. Трэш-бластере. Вот так. Весь мусор собран. В налоговом автомате у нас, к сожалению, недостаточно монет, чтобы построить мост. У нас там 12. Сейчас будет 12. А тут нужно 15. Что ж... Да, тут 12. Пойдем тогда расчищать эту область. Больше нам ничего не остается. Кстати, насчет коробочки. Как ее сломать? Водичкой? А как насчет кинуть туда мусор? Ага-га. Как же разбить эту коробку? Возможно, сверху попрыгать? Нет, сверху не получится. Вот же ж, блин. Вот это загадка. Смотри, что я тут нашел. Это какое-то гнездо. Тут явно должны быть яйца. Но их тут нет. По всей видимости... А смотри, какая лужайка здоровая. Ну-ка, давай-ка. Сейчас мы ее очистим. Возможно, сюда кто-нибудь прилетит. Может, какой-нибудь огромный орел или дракон. Опачки, смотри-ка. Утка! Кто бы мог подумать, что прилетит именно утка. Желтая утка. Голден гусь. О, здоровенький блэй. Вы можете мне помочь? Кажется, я потерял все свои золотые яйца. Да ладно, неужели? Если ты найдешь их, я дам тебе волшебное семя, из которого вырастет гигантский боб. Ну, точнее, гигантский бобовый степень. А, и тогда я смогу залезть наверх. Затем вы можете подняться по этому гигантскому бобу, чтобы добраться до Ексидбода и погибнуть плавающий остров. В общем, держи меня в курсе по поводу поиска моих яиц. Когда вы изучите все острова, вернись ко мне, чтобы отдать все найденные яйца. Но желательно отдать все. 20 яиц. Да. Ну и гусь. Хорошо. Собаку найди, яйца найди. Я чувствую себя каким-то детективом или ищейкой. Ну что ж, это был фэнтезийный остров. Где лсе спасителя острова. Если тебе понравилось, то с тебя лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментирует под видос. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.